Всем доброе утро, друзья! Сегодня среда и, разумеется, в этот ранний час мы по привычке листаем свежую прессу. Тем более, что мы получаем ее самыми первыми к столу. А наша компания – это пиар-менеджер закрытого акционерного общества «Антенна» Яна Врублевская. Яна, здравствуйте! Доброе утро! А также специальный корреспондент газеты «СБ Беларусь» сегодня Ольга Пасиак. Оль, доброе утро! Доброе утро! Кто главный на страницах «Антенны»? В свежем номере у нас главные сестры Ангольц. Они на обложке. Уже в эту субботу они отмечают один день рождения на двоих. Им исполнится по 35 лет. Ольга и Татьяна накануне ответили на вопросы наших читателей. Поэтому мы опубликовали много всего интересного. Особенно будет интересно почитать поклонникам их творчества. Они и о творческой жизни рассказали, что-то из личной жизни также. В общем, будет интересно. Даже их детские фотографии есть. Можно поиграть в «Найди 10 отличий». «СБ Беларусь» сегодня. Какие у вас главные материалы? Один из таких увлекательных материалов, на мой взгляд, он касается темы культуры. В Большом оперном театре возвращается постановка «Волшебная флейта» Моцарта. То есть вот ее год не было. Сейчас она возвращается в таком обновленном виде. Там очень много различных афишек будет интересных для зрителей. Одна из них, вот раньше артисты и говорили, и пели на русском. А сейчас песни будут по-немецки, говорить по-русски. Это фантастик, что это. Ничего себе. И немецкий постановщик очень интересно объясняет вот это двуязычие. Он говорит, что у него герой чужестранец, и вот он начинает говорить на русском от любви. Немецкий постановщик – это постановщик из Германии? Да. На русском начинает говорить от любви, да? Не на немецком от любви, а на русском. Хотя есть и варианты различные, да? Но будем ждать, чем же нас порадует обновленная волшебная флейта. Какие события вы будете еще обсуждать на страницах телегида? Наверное, такое нашумевшее событие. Дольф Лунгрен приезжал сниматься в белорусской рекламе. Уже все, наверное, посмотрели ролик. Он там за считанные дни уже миллионы просмотров набрал. В Инстаграме мы это все видели у Дольфа Лунгрена. Да, ну, кто подписан, естественно, первым и знал. Было интересно почитать, что ему понравилась и белорусская кухня, он и на танках успел покататься, и оценить красоту белорусских девушек. Многие зарубежные звезды всегда отмечают, поэтому нам, естественно, это приятно. Это бесценно у нас в стране, однозначно. То есть ему понравилась Беларусь, да? Как он заявил о себе. Ну, я думаю, что не только Лунгрена найдем мы на страницах антенны ТВ-7, правильно? Да, конечно. Кстати, вот по поводу воспоминаний. Выходит сериал на телевидении, уже, наверное, идет. Мурка. Я думаю, у всех сразу заиграл в голове мотив одноименной песни. И все верно, потому что в основе сериала как раз-таки и лежит сама эта песня. И это был реальный персонаж Маруся Климова. О ней пойдет речь в сериале. И вот мы постарались разобрать песню, ее историю, какие-то кадры из сериалов показать на страницах. То есть такой интересный материал с историческими фактами. Потому что многие, когда слышат песню, относят саму эту Маруся к криминальному миру. Да, она на самом деле дослужилась до звания капитана милиции. Даже так? Да. То есть как раз-таки она была на обратной стороне. Поэтому, думаю, будет интересно узнать саму историю. Это любопытно, да? Потому что обычно всякие журналистские расследования – это привилегия ваших корреспондентов. И какие-то интересные расследования журналисты наверняка у вас есть, да? Да, вот у нас расследование из Могилевской области, такое неожиданно связанное с кровью. У нас же сейчас, ну на самом деле здесь не стоит пугаться, у нас очень активно сейчас продвигают такой международный проект по безвозмездному донавству. Но у нас он очень медленно двигается. Понятно, многие стараются как-то на этом подработать, подзаработать. И случилась такая неприятная ситуация в Могилевщине, когда люди приносили липовые справки о доходах, чтобы получать большие вознаграждения за кровь. То есть они там по 30 раз сдавали и получали по 20 миллионов и более за вот это периодически. И вот сейчас всплыло, что оказались эти справки липовые, то есть фильм таких не существовало, которые они переносили о занятости своей справки. И идёт следствие сейчас. Ну вот, как-то хочется поинтересоваться, порадостнее что-то какое-то... Ну есть же какая-то, например, позитивная информация на страницах СБ, безусловно. У нас на Тебе есть интервью с актрисой Екатериной Семёновой. Она очень многим известна как актриса, а кому-то, возможно, известна как прототип главной героини мультика «Тайна третьей планеты», потому что её мама была аниматором этого мультика, и она, собственно, со своей дочки главную героиню рисовала. Вот. Екатерина Семёнова сейчас решила немножко сменить ампуа и стать продюсером. Вот. В сериальном, в том числе. И вот сейчас она рассказывала о том, как она выступает в качестве продюсера, как это отличается. Ну и, естественно, затронула тему своей семьи, о своих детях, рассказала очень интересное интервью. Что ж, есть что почитать в СБ, безусловно, и в антенне Телесим. Я сейчас задумалась. В принципе, все основные праздники уже позади. И что, готовить нечего? Да, а что у нас с кухней? Что готовить вообще? А вот как раз-таки материал для предприимчивых хозяек – рецепты гренок. То есть, если у вас завалялся на кухне вчерашний хлеб, то отправляйтесь на страницы газеты. Там есть рецепты и сладких, и пикантных гренок. То есть, безотходное производство. Гренки – это все, что нужно, наверное, человеку в этот ранний час к кофе. Ну и, в принципе, да, свежая пресса и кофе с круассаном. Ну, а круассан может быть и в виде гренков, собственно говоря. Девушки, спасибо вам огромное. Спасибо большое. За всегда позитивную встречу. Как всегда, мы не раскрываем всех материалов, потому что для того, чтобы, в общем-то, вы сегодня смогли и сами для себя какое-то новое открытое, нужно будет попросту купить газету. Ну что ж, нашими гостями были сегодня пиар-менеджер закрытого акционерного общества «Антенна» Яна Врублевская и специальный корреспондент газеты «СБ Беларусь» сегодня Ольга Посеяк. Мы прощаемся с вами. До следующей среды. Всего доброго вам. Ну, а мы вернемся к вам после небольшого перерыва.